Девушки отдыхают 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 Документ Альфа 1596 Тысяча Послание От директора Джонса Наверное Слухи до вас уже дошли Именно так Йети Это SCP-1000 Понимаю Что это звучит Смешно Вам кажется Что снежный человек Это забавно Потому что нам надо Чтобы вы считали его Забавным Мы финансировали Комедии в Голливуде И документальные фильмы Кроме фарса Ничего собой не представляющие Мы платили зарплату людям В костюмах горилл Сооружали мистификации Со следами медвежьих лап И козлиной шерстью Подкупали мультипликаторов И промывали им мозги Чтобы они рисовали Нарочито дурацкие Мультфильмы для детей Даже само слово Большинок Придумали и пустили в оборот Лично мы Еще в 1958 году Потому что такое слово Сложнее воспринять серьезно Чем Йети Информация в статье С которой вы уже ознакомились Не совсем верна В двух местах Явная ложь И по всему тексту Множество умалчиваний И полуправды Аномальной псевдоболезни Она же SCP-1000F1 Просто не существует По сути У SCP-1000 Вообще Нет никаких Явных Аномальных свойств А еще Мы занизили уровень Разумности SCP-1000 Они не стоят наравне Шимпанзе Они гораздо умнее Шимпанзе А точнее Они не уступают нам Теперь Мы дошли до умолчаний Для этого Послание И написано Ложь исходила От меня Так что думаю И правду Должен сказать Именно я Это нам рассказали Чада Солнца Которые перешли На нашу сторону И мы не поверили им Первое время Мы просто Отказывались В такое верить Вы уже читали Что приматы Которых мы зовем SCP-1000 Стояли на соседнем пути Эволюции Рядом с нами Мы шли при свете дня Они во мраке ночи Наши таящиеся Во тьме братья Мы тогда еще Занимались охотой Собирательством А они Изменились Как спустя Несколько тысяч лет Изменились И мы Инструменты Оружие Сельское хозяйство Домашний скот Оседлые поселения Человечество Сверкало на солнце Плеистоцена А численность SCP-1000 Росла по ночам Огромными скачками Десятки миллиардов Их покрыли планету Они создавали такое Что мы до сих пор Не в силах понять Несмотря даже на то Что мы тщательно изучили Все уцелевшие фрагменты Органическая технология Из деревьев И хищных птиц Вырастали Быстроходные Корабли Стада животных Становились Поездами А кусты Летательными аппаратами Из голубей И насекомых Они делали вещи Подобные Мобильным телефоном Телевизором И компьютером Атомные бомбы Чадо рассказывали Об огромных Сияющих городах Покрывавших Целые ледники И уходивших В глубокие пещеры О выращенных Небесных кораблях Из слоновой кости И тонкой паутины И о тысячеглазых Существах Которые ухаживали И следили за ними Мы тогда были Редким видом Как сейчас гориллы В лучшем случае Нас было Несколько сотен тысяч И как это Сейчас делают Дикие звери Мы обходили их Поселение стороной SCP-1000 Понимали Что мы такие же Разумные Как и они Но избегали нас Как мы их Видели в нас Малый народец Приписывали нам Сверхъестественные Способности И пугали Непослушных детей Что мы придем При свете дня И съедим их во сне Наши Постепенно Вымирающие стаи Они загнали В заповеднике Объявили браконьерство Вне закона Но это не мешало Им продавать На черном рынке Порошок Для повышения Потенции Сделаны из наших костей А потом их цивилизация Рухнула И разрушили ее мы Мы не в смысле фонд А мы в смысле человечества Мутная история Якобы появился Коварный бог леса И оказал человечеству Услугу Показал нам инструменты Наших хозяев И как их применить Неизвестно Почему мы так поступили Может быть Потому что Они на нас охотились А нам было просто страшно Может из-за того Что нас загнали за забор Пусть даже и без злого умысла Правды мы просто не знаем Каким-то образом Мы добрались до технологий Самих SCP-1000 И с ее помощью Организовали События класса СК Смену господствующего вида В ходе которого Господствовать на земле Стал человек 70% всех SCP-1000 Мы стерли с лица земли в один день День цветов Как называли его чадо Говорят что в тот день Расцвели все цветы А наши враги погибли во сне Потом Мы начали охоту На остальных И мы не ограничились Простым убийством Мы добрались до Самых жутких Устройств SCP-1000 И свели всех Выживших с ума Даже тех Кого мы не в силах Были достать Мы заточили их В ловушке Их же разума Перекрыли высшие функции А их тела Оставили на попечение Самих себя Словно обычных обезьян Мы Перебили Их живые машины А громадные Сверкающие города Сожгли их Так же биологическим оружием Оно Превращало все В прах и мутную воду А весенний Ветер и дождь Развеяли останки Следов Не осталось Даже в нашей памяти Одно такое оружие Мы обратили против Самих себя Стерев всю память Об SCP-1000 И величайшей цивилизации Которую когда-либо Видела планета Лишь несколько людей Защитили себя От его воздействия Сохранив Запретное знание На черный день А остальные Ничему не научились И вернулись к охоте И собирательству И вот мы здесь И сейчас В документации Третьего уровня Секретности Все расписано Подробно Но здесь я в двух словах Проясню ситуацию SCP-1000 Каким-то образом Возвращаются К прежнему уровню Разума И восстанавливают Знания Может быть Они и не теряли их Этого мы не знаем Именно поэтому Нас так тревожат Новые слухи О появлении Снежных людей И гораздо сильнее Нас тревожат Их попытки Пойти на контакт Пусть даже Безуспешные Да SCP-1000 Именно такие Как мы Этим Они и опасны Мы стерли их Из истории И из памяти Мы растворили Их цивилизацию И почти извели Весь их род Задайтесь вопросом Что бы они С нами сделали Если бы у них Была такая возможность Приложение 1000 056 D Со стороны Некоторых SCP-1000 Были предприняты Попытки пойти На контакт С сотрудниками Организации Большая часть Этих попыток Была провальна Из-за языкового Барьера Однако Согласно последним Данным Некоторые особи SCP-1000 В небольшой степени Владеют Английским Протокол 1000 AD 065 X1 Ниже Дан примерный перевод Одной из недавних Попыток Особи SCP-1000 Установить Контакт С сотрудником Организации Мы вас прощаем Выбор Есть на время Не навсегда Пустите Нас обратно Видишь С чем мне нужно иметь дело Нелегкая работенка Смотритель Мягко сказано Хорошо Новый запрос SCP-2932 Принято Объект номер SCP-2932 Класс объекта Таумель Особые условия Содержания SCP-2932 В настоящее время Содержатся на месте Обнаружения Обязанности по Содержанию SCP-2932 Включая Предотвращение Распространение Информации Об объекте В близлежащих Населенных Пунктах И обработку Амнезиаками Очевидцев Возложены На МОК-КСИ-9 Стража Вокруг SCP-2932 Установлен Огороженный Периметр С табличками Сообщающими О том Что внутри Данный Периметр Следует Регулярно Патрулировать МОК-КСИ-9 Также даны Указания Сотрудничать Субъектов SCP-2932-1 Пытающихся Покинуть SCP-2932 Информация О потенциально Находящихся В SCP-2932 Сущностях Классов Евклид И Кетер Полученная От SCP-2932-а Приведена Ниже Сотрудники МОК-КСИ-9 И персонал Фонда Дополнительно Назначенные На работу На объекте Должны быть Ознакомлены С этой Информацией Попытки Восстановления Функциональности SCP-2932-2 Продолжаются Тем не менее Ввиду сложности Данного объекта И его природы Персоналу Работающему На объекте Следует Соблюдать Осторожность Чтобы не нарушить Текущее Уязвимое состояние SCP-2932-2 Врачи фонда Прошедшие Подготовку По работе С SCP-2932-2 Должны Сменяться Каждые 6 часов Чтобы в случае Чрезвычайной Ситуации Немедленно Оказать помощь Сведения о данном Объекте Полученные От SCP-2932-а Приведены В этом документе В случае Продолжительного Перебоя В работе SCP-2932-2 Следует Задействовать Экспериментальные Источники Энергии Для поддержания Функционирования SCP-2932 В случае Если эти попытки Окажутся Безуспешными МОК КСИ-9 И дополнительному Охранному персоналу Следует Подготовиться К действиям В условиях Массового нарушения Условий содержания Описание SCP-2932 Представляет собой Обширную Органическую Структуру Находящуюся На территории Заповедника Эль-Сира На востоке Центрального Перу Внешняя часть Объекта состоит из Деревьев, Лиан и других Растений, Формирующих Крупную Куполообразную Структуру Освещение Внешней части SCP-2932 Осуществляется При помощи Биолюминесцентных Ламп, Растущих Изнутри Объекта Данный вид, Как и ряд Других Видов Растений Обнаруженных В составе SCP-2932 Ранее Нигде Не наблюдался Структура По всей видимости Сущности Является Неразрушимой Попытки Повреждения Купола Часто приводят К агрессивной Реакции Подвижных Растительных Организмов Охраняющих SCP-2932 Главный вход В SCP-2932 Расположенный На южной стороне Структуры Не может быть Открыт без Разрешения Сущности Находящейся Внутри Объекта Или авторизации При помощи организма Осуществляющего Генетическую Идентификацию Находящегося Вблизи входа Интерьер Основного уровня SCP-2932 Представляет собой Ряд больших залов Соединенных С водчатыми коридорами Имеет то же Органическое происхождение Что и наружная Часть объекта И освещается Такими же Живыми светильниками Осмотр данных Помещений показал Что ранее Они использовались В качестве офисов Из которых велось Управление Нижними уровнями SCP-2932 В нескольких Больших залах Также были обнаружены Признаки Их обитаемости Информация Об SCP-2932-1 Собранная В этой части сооружения Позднее Была дополнена Сведениями Полученными От SCP-2932-А Нижние уровни SCP-2932 Находятся Под землей И в основном Представляют собой Большую открытую камеру С многочисленными Помостами Ведущими К расположенным Там же Площадкам Большая часть Стен Покрыта Коконообразными Капсулами Причем Размер Данных Образований Увеличивается В направлении Дна Камеры Назначением Данных Капсул По-видимому Является Содержание Объектов SCP-2932-1 Справа От каждой Капсулы Находится Устройство Состоящее Из растительных Тканей С сенсорным Экраном Состоящим Из прозрачных Кремниевых Соединений Представляющее С собой Интерфейс Соответствующей Капсулы На экране Находится Информация Об объекте SCP-2932-1 Содержащимся В капсуле А также Механизм Позволяющий Закрывать Капсулу Хотя Данная функция Заблокирована Для субъектов Не прошедших Генетическую Эдентификацию Несмотря на то Что подавляющее Большинство капсул Не имеют повреждений И отмечены как активные Как минимум Были взломаны SCP-2932-1 Пожилой гуманоид Класса Обитающий Внутри SCP-2932-1 И поддерживающий В нем Порядок SCP-2932-1 Имеет Шесть основных Конечностей И перемещается В вертикальном Положении При помощи Задней Их пары Туловище SCP-2932-1 Имеет Два основных Сегмента Покрытых Тонкими Длинными Волосами Голова SCP-2932-1 Имеет Овальную форму И две пары глаз Одна пара Фасетчатых глаз И одна пара глаз Обычно Свойственных Позвоночным На передней На передней части Головы Имеется рот Похожий на человеческий И длинный Цепкий хобот На макушке головы SCP-2932-1 Имеется Несколько Небольших Шипов Но в основном Она также покрыта Длинными Седыми Тонкими волосами На спине SCP-2932-1 Находится Четыре больших Крыла Схожие с крыльями Насекомых По-видимому Не восстановившиеся После серьезной травмы SCP-2932-2 Представляет собой Крупный Сосудистый орган Висящий В центре Главной камеры SCP-2932 И являющийся Для него Основным Источником Энергии SCP-2932-2 Пульсирует С частотой Около 8 Ударов В минуту Но в критических Ситуациях Частота может падать До 3 ударов В минуту По утверждению SCP-2932-1 SCP-2932-2 Является Сердцем Богини Титании Создавшей Тюрьму Из собственного Тела И поместившей В нее свое сердце Чтобы поддерживать ее Сведения Полученные От SCP-2932-2 Позволяют Сделать Вывод Что SCP-2932 Представляет собой Комплекс Массового Содержания Различных Сущностей Ввиду Катастрофического События Постигнувшего Изначальных Хозяев SCP-2932-1 Сооружение Было Закрыто И обязанности По содержанию Осталось Исполнять Небольшая группа Бывших Сотрудников SCP-2932-2 Среди которых Был SCP-2932-1 Служивший Охранником С течением Времени Остальные сотрудники Погибли Покинули Свои Посты Исчезли И сооружение Начало Разрушаться Ввиду Отсутствия Ухода Это А также Износ основного Источника Энергии SCP-2932-1 Привело К сбою В работе Части Капсул И позволило Содержавшимся В них Объектам Вырваться на свободу Интервью 2932-1 Следующее интервью Было проведено Во время Первоначального Исследования SCP-2932 Вскоре После того Как SCP-2932-1 Согласился Впустить В сооружение Сотрудников Фонда Общение с SCP-2932-1 Было затруднено Ввиду Языкового Барьера Поскольку Субъект Владел Лишь своим Родным языком И языком Кечва Интервью Было проведено Как только Был найден Переводчик 14 августа 1985 Года Опрашивающий Доктор Зе Джонсон Опрашиваемый SCP-2932-1 Переводчик Доктор Ф. Амару Спасибо, что согласились со мной встретиться SCP-2932-1 Если не возражаете У меня есть несколько вопросов Хорошо Спрашивайте Кто построил это место? Мой народ Худару Построил тюрьму Титании Дети ночи пришли к нам И, зная нас как искусных ремесленников Заказали постройку тюрьмы Зачем им нужна была тюрьма? Тогда были другие времена Да, дети ночи были могущественны и влиятельны Очень влиятельны Но владея миром Они наживали себе врагов Куда более сильных и ужасных Чем кто-либо из ныне живущих Дети ночи взмолились к Великой Титании И она даровала им свое сердце С помощью которого Худару построили ее тюрьму А что было причиной тех разрушений, которые мы видели в SCP-2932? Не притворяйся, Дитя Солнца Ты прекрасно знаешь, что случилось Вы не могли так легко это забыть Понятно SCP-2932-А Некоторые капсулы в SCP-2932 были повреждены Что вы знаете о сущностях, которые в них содержались? Мелочь Капли дождя перед большой бурей Когда сердце стало слабеть Пришлось перераспределить его силу на главных врагов Детей ночи Из-за этого несколько меньших выбрались Кого я смог, я уничтожил Остальных перебили стражей Титании Немногим удалось уйти По-настоящему серьезные противники? Да, как я уже говорил, есть немало существ, которых боялись даже Дети ночи И сильнейших из них, тех, кого нельзя было убить, отправили сюда Богиня в своей милости не выпустила их на свободу Но если сердце перестанет работать Вы, дети солнца, конечно, сильны Но вы не дети ночи Перед ними вы все равно, что песок перед приливом Приложение 2932-1 Ниже приведены записи с терминалов о потенциально опасных сущностях SCP-2932-1 Большинство которых остается на содержании Также приведены комментарии SCP-2932-1, который предоставил полный перевод записей Имя заключенного Эфелия Содержание Активно Дата помещения под стражу Девятая луна, семнадцатый цикл, 4533-й оборот Приговор Вечное вращение Комментарий SCP-2932-1 Да, Эфелия была опасна Она обитала в этом лесу и охотилась на детей по ночам Она была не такой, как вы или дети Не знаю, откуда она появилась, но это было место, чуждая нашим представлением о красоте Она была отвратительна и прекрасна И она убила младшего сына владыки ночи и сделала из его тела марионетку, чтобы заманить во тьму жену владыки Слава Титании, она будет гнить здесь, пока не погаснут звезды Имя заключенного Йон Камур Содержание Активно Дата помещения под стражу Первая луна, двадцатый цикл, 4620-й оборот Приговор Вечное вращение Комментарий SCP-2932-А Камур был созданием небес, упавшим на землю Дети решили, что он один из темных богов, но вскоре увидели, что он всего лишь зверь Голодный зверь Он сожрал тысячи, прежде чем дети сумели одолеть его, и даже здесь он грозил сожрать нас Йон Камура когда-то называли ненасытным Иногда я думаю, насколько мог возрасти его голод Имя заключенного Малва Гартамор Содержание Неактивно Дата помещения под стражу Вторая луна, девятнадцатый цикл, 2711-й оборот Приговор Вечное вращение Комментарий SCP-2932-А О поимке многих узников Титании объявляли во всеуслышание Поймавших их восхваляли, но Малва Гартамора доставили сюда тайно Даже я не знал о его поимке, пока его не поместили сюда, но дети уверяли, что мне лучше было оставаться в неведении Когда Малва Гартамор вырвался на свободу, я понял, что они не солгали мне Иногда лучше не знать Имя заключенного Адам Эль Асам Содержание Активно Дата помещения под стражу Седьмая луна, третий цикл, 4301-й оборот Приговор Вечное вращение Комментарий SCP-2932-А Он был сыном Солнца Но дети Солнца ненавидели его так же сильно, как и дети ночи Адам Эль Асам мог воплощать вещи в реальность одним взглядом Мог двигать горы и осушать реки своим прикосновением Что-то могущественное и страшное обитало в его разуме И дети поспешили привязать его к камню и отдать Титании Были и другие, подобные ему, опасные дети Солнца с Востока Но они не здесь Здесь есть камера, приготовленная для одного из них По пятам которого следует опустошение И еще одна для другого Не думаю, что они когда-нибудь будут заняты Имя заключенного Фейри Содержание Дата помещения под стражу Первая луна, первый цикл, 10-й оборот Приговор Вечное вращение Комментарий SCP-2932-A А вы думали, что дети Солнца были первыми, кто свергнул тех, кто пришел до них? Фейри, да? У вас возникли идеи, мэм? Не особо Мне просто понадобится изучить кучу документации, чтобы взвешенно оценить ситуацию На сегодня мы закончили Увидимся, Граут Конечно Удачи вам, Смотритель И до скорой встречи Удачи! Какие друзья? Удачи! Корректор 2,090-2A